У меня абсолютно изменилось представление о родах. А, правда, да, вот так? Ну, хорошо, буду знать. Все, что я читала, я сразу же Денису тоже показывала. Роды без страха. Вот так будем делать. Это действительно важно. Бесплатная информация, все возможное, все реально. Ожидание реальность. И у меня не было ни одного вопроса. Эта книга переворачивает вообще сознание. У меня не было ни одной проблемы. Я никогда их на руках не держала. У меня все получилось в первый раз. Правила трех Т. Как не заплыть в быту. Просто кабачок. Я каждую ночь уходила в ванну. Ну, серьезно. Это такая... Мне нужна информация. Дить, можно сказать, с огромным пузом. Что я не ожидала. Будет по-другому. Я просто-напросто была готова. Привет, красотка! И сегодня я решила снять одно из самых вами запрашиваемых видео о том, как я готовилась стать мамой. В самом начале я подумала написать пост на эту тему у себя в Инстаграм и как бы по полочкам разложить, как да что. И когда я поняла, что информации настолько много, что она, может быть, даже в видео не поместится, идею о постели сразу же отмела. И вот я, наконец-то, сижу, подготовила сценарий на четыре страницы. А говорить, наверное, буду еще больше, потому что в этом видео я поделюсь всем вообще. Всеми книгами, всеми, там, каналами, сайтами, любой информацией о том, как я готовилась стать мамой. Конечно, что-то я забуду, что-то я забыла уже, но я постаралась действительно максимальное количество информации сюда вложить. Очень надеюсь, что вам это видео будет полезно. Вообще, я могу все это видео, я могу прыгать, потому что я сейчас сижу на фитболе, а не на стуле, потому что нет в моем доме стула без спинки. Есть, но он слишком высокий, мне он не подходит. И в самом начале я считаю важным сказать, что эта информация, это не какая-то, знаете, идеальная картина, которой нужно стараться подражать, или нужно стараться добиться этого, или нужно делать так же. Нет, это просто мой опыт, моя история, и я ею делюсь с вами. Если вам что-то откликается, то берите это. Если вам что-то нравится, и вы хотите это пробовать, читать, берите это. Но это не означает, что 100% все, как я говорю, так нужно делать. Потому что иногда я в комментариях встречаю что-то типа, ты вообще-то не врач, как ты можешь говорить, что так нужно делать? А я там, например, на йогу ходила во время беременности. Но я как бы никого не призываю, никому не говорю, что ходите на йогу во время беременности. Хотя в этом ничего, конечно, плохого нет. Я снова с травяным чаечком и прилагаю вам тоже чем-нибудь запастись, чем-нибудь таким уютным, домашним, потому что мы будем долго болтать. Ну и начнем мы, наверное, с начала, и это означает даже не подготовка к рождению ребенка, а подготовка к беременности. И ее, как таковой, у меня на самом деле не было. Но я не говорю, что это правильно и что так действительно надо делать. Нет, я действительно не сдавала ни одного анализа. Я не сходила к гинекологу и не сказала, мы планируем забеременеть, давайте что-то смотреть, что-то делать. Этого всего не было, но было что-то большее, если честно. Я просто-напросто была готова. Я была готова и ощущала это внутренне, и ощущала это от Дениса. И иногда, мне кажется, это намного более важный момент, нежели какие-то циклы, удачные дни, анализы и так далее. Это было настолько сильное внутреннее ощущение, что я готова отдавать любовь, что я готова стать мамой и что я готова взять эту ответственность. И вот это желание, оно было очень искренним, оно было настоящим, но оно не было фанатичным. Типа, я хочу, я хочу, 100% нам нужно. Я помню, что в одной из лекций Олега Геннадьевича Тарсонова, он сказал, что женщина всегда чувствует, когда она может. Мы, вообще, западные женщины, так сказать, в современном обществе очень много внимания отдаем врачам, медицине, науке, каким-то точным моментам. И иногда забываем, что материнство и продолжение рода, это вообще что-то такое базовое. Это то, на что способна каждая женщина просто по природе, потому что в нас это заложено. И иногда нужно просто чувствовать себя и слушать себя, иногда даже почаще, чем врачей. Именно в тот период я научилась как бы разговаривать с самой собой, что ли, чувствовать саму себя. Поэтому, да, возможно, сейчас, планируя, ну, не сейчас в смысле, а планируя, например, вторую беременность, я бы еще сдала там какие-то анализы, потому что все-таки это немаловажный момент, и там я уже буду все-таки постарше, организм будет уже изношенным немножко, как минимум у меня была первая беременность, да, и кормление. Но не сказать, что я там буду все делать по протоколу, как и в первую беременность. Честно сказать, я не очень такой прилежный беременный человек, потому что я, еще раз повторюсь, опиралась в большинстве случаев на свои ощущения, на свое самочувствие, потому что каждый человек уникален, и есть определенные там, да, таблицы, есть определенные этапы, что, когда должно происходить. Но это все очень усредненно, все-таки каждый человек индивидуален, и что-то может не сходиться с таким же беременным человеком на таком же сроке, и это нормально. Еще, кстати, я в своем сценарии написала, не помню, что это была за лекция Олега Геннадьевича, я постараюсь все это найти и оставить в описании, но я помню, как мне помогли его слова немножечко приземлиться, что ли. В одной из лекций он сказал, что материнство для женщины – это путь духовного развития, то есть это момент, когда она максимально будет отдавать свою любовь безвозмездно, так сказать. То есть это тот момент, когда мы учимся отдавать, не принимая взамен. Любить безусловно, то есть не любить за что-то, а любить без условий. Любить, потому что это просто твой родной человек, самый родной, да. Этому действительно нужно учиться. Если ты думаешь о материнстве заведомо как о какой-то красивой картинке, что все так легко, все просто, и ребенок это как бы так, ну типа, ничего не изменится, да, то будет очень сильное разочарование, будет очень сильное вот это вот ожидание реальность, и нужно все-таки готовиться, что будет не то, что будет сложно, будет по-другому. И когда ты заранее заведомо к этому готовишься и осознаешь, что что-то в твоей жизни поменяется, где-то ты себя будешь ставить не на первое место, и очень даже долгое время ты себя не будешь ставить на первое место, то вот эта реальность, она кажется не такой жестокой, что ли. Она не кажется такой, что я не ожидала. Так что смотря сейчас вот в прошлое, я бы, наверное, все-таки сходила к гинекологу, вот когда мы осознали, что мы планируем беременность, я бы сходила к гинекологу, я бы сдала нужные анализы, просто себя проверить, но тогда я этого не сделала. Но что самое важное, вот мой совет стопроцентный, это закончить все дела со стоматологом. Ну не все дела, а по крайней мере сходить к стоматологу и решить какие-то очень срочные, важные, проблемные моменты, потому что во время беременности можно лечить зубы, но это все равно хуже и тяжелее, чем в добеременном состоянии. Тем более, что беременность должна для этого быть супер здоровой, супер хорошей, и только во второй триместр, получается, можно вот все эти махинации проводить. Ну и зачем вам лишняя доза анестезии? Даже самые классные анестезии, конечно, сейчас производятся, которые никак не влияют на малыша, но тем не менее. Я, собственно, именно поэтому немножечко оттягивала момент свадьбы, потому что я хотела закончить все махинации со своими зубами, быть спокойной. Да и, в принципе, что касается здоровья и каких-то привычек, я бы просто посоветовала жить здоровее, начать жить здоровее, начать жить более правильно, что ли, более осознанно, хотя бы не для себя, хотя бы для малыша. На самом деле такое зачастую и происходит, потому что когда ты как бы ответственен только за свое тело, только за свой организм, только за свое здоровье, ну, мы такие как бы, нет-нет, да позволим что-нибудь себе, а то и всегда позволим себе что-нибудь. И вредные привычки, недосыпания и так далее. А во время беременности зачастую девушка встает на путь истинный, так сказать, потому что нужно стараться уже не только для себя, но ты еще и несешь ответственность за маленького комочка у тебя в животе. И просыпаются нужные инстинкты, легко бросаются вредные привычки типа курения. Что я могу посоветовать? То, что неплохо делать бы всем. Правильно питаться, сбалансировано, больше проводить времени на свежем воздухе, не париться по пустякам и вообще расслабиться, пытаться расслабиться, не нервничать, потому что все от наших нервов, все от наших переживаний. И когда я узнала, что я беременна, произошел просто переворот в моей жизни, конечно, я была счастлива, я была очень рада, но после всех-всех этих положительных эмоций я поняла, что мне нужна информация. Максимальное количество информации о том, что со мной сейчас происходит, что происходит с моим ребенком, чего мне ждать в ближайшее время. Я просто впитывала в себя информацию как только могла и это очень важный момент впитывать нужную информацию, потому что информации вообще много. Мы вообще живем в век информации и книжек много, и статей, и сайтов много. Но честно скажу, процентов 80 из этого это такая дичь, можно сказать. Я выбрала нужные, так сказать, для себя направления, нужных гуру в каждом вопросе. Например, в вопросе грудного скармливания я доверяла вот одному человеку и я, ну не просто это какой-то блогер, да, всеми ссылками, всеми контактами я поделюсь в описании. И если я встречала какую-то информацию, отходящую от этой, я ее сразу же не принимала. Ну потому что зачем? Это вот начинается путаница, какая-то смешение разных правил, разных традиций. А так раньше было, а сейчас вот так. И вот я для себя определила какие-то вещи, которые откликаются лично мне, откликаются в моем сердце. Я понимаю, что, ну, скорее всего, так правильно, скорее всего, так нужно сделать. И вот в это и углублялась. Если говорить о книгах, у меня было две основные книги именно по беременности. Это ваша библия беременности. Эту книгу мне подарила Лерка, как только узнала, что я беременна. На следующую же встречу она принесла вот эту вот огроменную толстенную книгу. И книга Марты и Уильяма Сирса «В ожидании малыша». Я скажу, что эта книга классная. Она яркая, она информативная. У нее очень качественная бумага, хорошие картинки. Она современная. Не все я принимала отсюда, но мне очень нравилось ее просто даже листать. Тут тоже все по неделям, все очень красиво изображено, подробненько. Не только про беременность, но еще и послеродовый период. Про кормление груди, про уход за ребенком. В общем, хорошая книга, но дороговастенькая. Не помню, сколько она стоит. Тут где-то было тысяча, что ли, с чем-то рублей. В принципе, вот этот вариант. А эта книга стоит около 300 рублей. Качество бумаги хуже в разы, конечно же. Картинок нет, либо они черно-белые. Но информация здесь тоже полезная. Тут много частных каких-то моментов про близнецов, про тройняшек. Где-то тут есть места даже, чтобы писать, но я этим не занималась. Вообще, книгу удобно читать с любого места, вот с какого вам надо. Нет такого, что нужно начать обязательно с первого месяца и закончить девятым. Мне этих книг, в принципе, хватило. Но я очень много черпала информации еще с YouTube-каналов. Один из самых полезных для меня каналов оказался «До и после родов». Он так и называется. Там формат таких лекций, которые записаны на видео. И ты смотришь эти видео. И там такая информация, которую ты не найдешь в современных каких-то статьях. Там больше именно вот что-то про глубокое, про психосоматику, про какие-то психологические моменты во время беременности, во время родов. Именно там я впервые услышала, что вообще роды это потрясающий процесс. И что роды это не больно и страшно. И все на этом. О самых главных ошибках девушек, женщин, которые идут в роды. Почему треть родов заканчивается кесарем сечения. И много-много-много информации. Давайте уже закончу с книгами. Одна из самых замечательных книг и одна из самых просто перевернувших мое видение о родах. Это была книга «Исцеляющие роды» Ольги Валяевой. Я ее прочитала на самом деле чуть ли не на финишной, прямой, на 37-й неделе. Я каждую ночь уходила в ванну. Не именно принимать ванну в воде в горячей. Нет, просто я сидела в ванной. Мне хотелось именно сидеть в ванной. С огромным пузом. И читать эту книгу. И чтобы водичка тихонечко лилась. И я впитала эту книгу. Она вот толстенная на самом деле. Не знаю, может быть дней за 6. И насколько она чудесная. Не передать словами. Она именно про роды. Но на самом деле там много всего еще и до родов и после родов. Но в основном она именно про роды. Эта книга переворачивает вообще сознание максимально. Поэтому я очень-очень советую. Я не могу ее показать, потому что я дала книгу своей подруге почитать. Но я куда-нибудь сюда ее вставлю. И заканчивая тему книг. Это вот такая супер дешевая, но настолько полезнейшая и ценнейшая информация в этой книге, что я не знаю. Не знаю книги лучше для родителей в первые 3 месяца жизни ребенка. Но желательно ее прочитать до рождения. Желательно прочитать ее, знаете, прямо в 9 месяц. Ну или в 8, в конец беременности. И маме, и папе. Мы читали прямо вместе. То есть мы читали на ночь. Просто кладись информации, почему ребенок в первые 3 месяца будто бы не с мира сего. Потому что он действительно не с мира сего. Так и называют этот период. Четвертый 3-место. Период донашивания. И что это время максимально нужно доносить малыша. Действительно, насколько сильно отличаются новорожденный ребенок и трехмесячный. Трехмесячный он уже хотя бы похож на человека. Он уже реагирует. Что ты вообще осознает? Не просто спать есть, спать есть. Новорожденный же ребенок это просто кабачок. Ну и серьезно. Я уже советовала эту книгу. Это Харви Карп. Искусство успокаивать детей. Обязательно, обязательно, обязательно к прочтению. Вот эти методы ношения на веточке ребенка. Создание белого шума и громкого шикания. И почему дети, например, засыпают с пылесосом рядом. Ну, именно первые 3 месяца. Почему это сильно работает? Что это такое? Я хотела сказать, что о книгах закончили разговаривать. Но девочки нет. У меня просто нет этих книг именно физически. Потому что я их слушала. Это 100% полезная информация всем молодым. Нет, не молодым. Просто родителям. Людмила Петрановская «Тайная опора». Это уже именно о воспитании ребенка. Вообще, Людмила Петрановская, гуру в этом деле. В вопросах воспитания детей, психологии. Одна из самых таких глубоких книг, которые я слушала. От нее же книга «Лайфхаки для работающих мам». Это тоже мастхев для современных мам молодых. Ну, или не молодых. Почему говорю молодых мам? Мне просто нравится это словосочетание. Это книга о каких-то лайфхаках, которые помогут сэкономить где-то вам нервы, где-то время. Куча советов, как не заплыть в быту и не забыть о самой себе, но в то же время уделять должное время ребенку, семье и так далее. Я слушала аудиоформат и выписывала для себя нужные какие-то моменты. Также про роды. Это роды без страха. Мишеля Адена. И вообще в теме родов очень важный такой человек. Это Мишель Аден. Именно он создал такое правило трех Т, что во время родов, в процессе родов должно быть тихо, темно и тепло. И если так подумать, то абсолютно противоположное все происходит в роддомах. Все, что вы прочтете Мишеля Адена, будет безумно полезно. И немножко об уходе ребенка и о том вообще, что такое новорожденный ребенок, потому что сейчас у меня Еве уже почти 6 месяцев, и я как бы имею представление, что да как, зачем. Но когда у тебя никогда не было ребенка, и у меня вообще нет знакомых даже или родственников с маленькими детьми, я никогда их на руках не держала. У меня вообще не было опыта ранее общения и ухода за маленькими детьми. Поэтому для меня это было абсолютно все в новинку. Любая информация просто для меня была, а, правда, да, вот так, ну хорошо, буду знать. И вот книга Комаровского, она у меня вон там стоит. Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников. Вот как сейчас помню. Там о каких-то таких базовых вещах про уход ребенка, про то, какая температура должна быть в его комнатке, о каких-то вещах, которые нужно купить для рождения. Ну, в общем, такие мелочи. Но это важные мелочи, потому что когда ты с этим сталкиваешься впервые, для тебя вообще все в новинку и нужна какая-то информация. Но во многом я с ним не согласна. Многое я действительно, ну, не беру того, что мне не откликается. Это то, что я советую делать и вам. Например, вот этот весь список книг, это не означает, что абсолютно все, что я прочитала, я это принимаю и применяю. Нет, если мне что-то понравилось, если я что-то вот почувствовала, что да, так я хочу, так мне нравится, здесь чувствую, что это вот правда, так и нужно, то я это делаю. Если нет, то я этого не делаю. Второй по важности, нет, не так. Наверное, наверное, все-таки один канал, который я смотрела во время беременности и до сих пор продолжаю смотреть. Это наиполезнейший просто кладезь информации, это Нина Зайченко. Все про грудное вскармливание. Вот благодаря этому человеку в роддоме, первый же день, когда нужно было кормить Еву, извините за такие подробности, у меня не было ни одного вопроса, у меня не было ни одной проблемы. Ко мне никто не подходил, никто меня не консультировал. У меня все получилось в первый раз. Потому что настолько подробно описывает Нина Зайченко в своих видео, как нужно делать, что нужно делать. Разбирает самые распространенные ошибки. Разбивает кучу мифов, которые нам там врачи внушают, что у вас там проблемы с этим или с этим. Рассказывает о сосках, бутылочках, молокососах, всяких разных девайсах для кормящих мам. О том, что кто хочет кормить грудью, тот будет кормить грудью. И вот это все, типа пропало молоко, сгорело молоко, у меня нет молока, мой ребенок не наедается. Это все зачастую просто в голове. И 197% женщин, если они хотят, они будут кормить. И у них будет получаться. Иногда просто важно приложить усилия, иногда очень большие усилия. Иногда вызвать консультанта по грудному вскармливанию на дом. Но все возможно и все реально. Настолько благодарю каждый раз. Это бесплатная информация. Вот это, знаете, нонсенс на самом деле. Потому что ни на каких курсах по беременности, ни на каких курсах по материнству, мне кажется, вообще такого нет. Того, что дает Нина Заченко на своем канале. Также канал Алина Блинова. Очень полезные для меня ролики были. Именно от нее я узнала про бинкунг и про подвязывание послеродовое, про восстановление. И также канал Людмилы Шаровой. Она именно уже про воспитание ребенка и про различные важные моменты, типа сна, периода бодрствования, кормления, каких-то важных моментов по уходу за ребенком до года, да и дальше. И у нее есть свои курсы. Я покупала ее лекции и по ним опиралась. Очень такая тоже грамотная женщина в вопросах материнства. Мне безумно она откликается. Ну и, конечно же, лекции Олега Геннадьевича Тарсунова. Я просто вводила в гугл воспитание Тарсунов, беременность Тарсунов. И смотрела эти лекции. Они тоже очень полезные. Ну и, конечно же, с поступлением информации в мой мозг мне стало намного легче. Вместо печальной какой-то и страшной картинки родов о том, что ну когда-нибудь этот день X настанет и я его забуду, да. У меня абсолютно изменилось представление о родах. О ребенке у меня изначально было только положительное представление. Но, тем не менее, я глубже узнала и познала, что такое материнство, еще не став фактически мамой, да. И я очень рада, что я так много изучила и прочитала и все вот это вот сделала именно до рождения ребенка. Потому что, честно скажу, сейчас времени стало в разы меньше. На самом деле уже пора, мне кажется, близиться к концу. Уже проснулась Ева, Денис все там развлекает. Расскажу, что же я все-таки делала во время беременности, просто так вот по пунктам. Я очень часто разговаривала с Евой, вообще постоянно разговаривала. То есть, я это еще услышала, по-моему, на канале до и после родов, что не думайте, что внутри вас просто сочетание клеточек, да, живет. Вот, представляете, что это уже ваш ребенок, это уже маленький организм. Он все понимает, он уже дышит, он уже питается, он уже жив. Общайтесь с ним, рассказывайте, что происходит. Я постоянно гладила живот, ну, особенно, когда он уже становился больше и было, что гладить. Я разговаривала с Евой, говорила, что мы ее с папой очень сильно любим, что ждем, что она растет хорошо. И такого рода аффирмации, и мне мозги настраивали в нужную сторону, то есть, я не думала о плохом, даже если какие-то мысли могли возникать, типа, а вдруг у нас вот так, а вдруг вот это, а что будет, а самолет. То я сразу же себя успокаивала. Вот эта внутренняя уверенность, исходящая от мамы, я считаю, что это мощнейшее лекарство. Также я ходила в бассейн, это вы знаете, ходила в бассейн вообще очень часто. Меня, мне кажется, Ева туда звала, потому что до этого я в бассейн, ну, как бы так, ну, хорошо поплавать, конечно, но прям не супер такой сильной любовью. А тут я уже даже с большим животом ездила 2-3 раза в неделю, не близко, я скажу, к моему дому это было. Я ехала по кочкам, там по всяким, до бассейна плавала, потому что мне хотелось действительно, и это прям вот, не знаю, изнутри шло, мне нужно в бассейн. И занималась йогой. Это все очень хорошо как для здоровья мамочки, так и для социализации. То есть, знакомиться с какими-то женщинами другими, с беременяшками такими же, обсуждать что-то, делиться, это всегда, мне кажется, полезно. Спина моя говорит огромное спасибо за ту йогу, которую я делала, за вот эти вот упражнения. Укрепление мышц тазового дна, укрепление поясницы, потому что во время беременности происходит вот этот вот прогиб, и мышцы начинают работать не те, центр тяжести смещается. Ну, в общем-то, такой еще удар по здоровью на самом деле. Я, кстати, очень много ходила, 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 нашагивала шаги, просто гуляла, потому что тоже это очень важно, особенно, ну, как бы, если здоровая беременность, я сейчас говорю, то есть, если вам противопоказано ходить там больше трех тысяч шагов в день, окей. Одно из первых, что я прочитала про беременность, что многие думают, ну, все, я забеременна, сейчас мне нужно себя жалеть, лечь на диванчик и лежать. Ну, как бы, это вообще абсолютно противоположность, кто будет готовиться к родам, мышцы все за 9 месяцев атрофируются, поэтому нет, нужно ходить, нужно двигаться, но, конечно, посильно и чувствовать свой организм. В нужный момент останавливаться, не переусердствовать, но и не лежать лежкой целый день. И также я старалась меньше стрессовать по любому поводу. Я вообще по жизни такой человек, что мне нужно все контролировать, мне нужно все знать, все понимать. Я перфекционист, это еще хуже, и поэтому, когда я там занималась своей коробочкой, помните, у меня был первый бьюти бокс, он был. Когда я была на третьем месяце беременности, тоже было очень моментов много, которые нужно было контролировать, нужно было кого-то настраивать, с кем-то созваниваться, переписываться. Второй мой бокс выходил вообще, когда я уже родила, и беременность это был замечательный повод и замечательный период, когда я просто забивала на все. Вот серьезно, если была какая-то проблема, была какая-то стрессовая ситуация, я понимала, что мне здоровье намного дороже, тем более здоровье не только мое, но еще здоровье моего ребенка. И я просто отпускала ситуацию, думала, да, будь что будет, главное, что я здорова, и главное, это беречь свои нервы. Поэтому да, что я настоятельно рекомендую всем, это расслабиться. Ну и последнее, наверное, что я хотела бы задеть в этой теме, это моя подготовка уже к рождению ребенка, а именно хотя бы первые два месяца после родов, что нужно делать, и что делать с собой, и что делать с ребенком. Вот именно важный момент восстановления после родов. У меня есть отдельное видео на моем канале, даже два, про восстановление после родов, что это не просто период, когда, типа, ну, нужно восстановиться, организм сам восстановится. Нет, это прям действительно очень важный период. От этого периода зависит здоровье женщины, в принципе, на всю жизнь. Ну и также, конечно, поизучать уход за ребенком, хотя бы первые там два месяца, ну или хотя бы просто на первое время, что вообще такой новорожденный ребенок, чтобы вам не только в роддоме первые там три дня объясняли, ну, вот так мы подмываем, да, попку, вот так мы надеваем подгузник, а чтобы вы хотя бы заранее имели какое-то представление, может, это нужно будет видео какие-то посмотреть, сходить на курсы. Ну, в общем, как-то погрузиться в эту тему, чтобы не было слишком много шоковых моментов, что типа как, почему, потому что правило номер один и в материнстве, и во время беременности, это спокойно мама, спокойны все. Если у мамы с головой все в порядке, и как бы она нормально настроена, она не переживает, не стрессует, будет все хорошо и с ребенком, и с молоком, поэтому да, маму нужно беречь, то есть вас, самих себя обязательно нужно беречь. И я саму себя тоже очень сильно берегла, и мужу это как бы вообще, все, что я читала, я сразу же Денису тоже показывала. Вот так будем делать. Потому что, ну, извините, от этого зависит настроение всей семьи, это действительно важно. Я, конечно, не смогла вспомнить все и рассказать все, но очень надеюсь, что действительно полезная была информация, красотки. Обязательно напишите мне в комментариях обратную связь, как вам, что вам, чего хочется еще на эту тему от меня услышать, если чего-то хочется, если я вас еще не задавала с темой материнства. Ну, а я пойду допивать чай и улыбайтесь чаще, красотки. Большое спасибо вам за просмотр. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok